я уберем секундочку секундочку это дело оставим то есть вы прямо сейчас увидели то чем я занимался последние три месяца до что я сейчас делаю у меня в понедельник колоноскопия да да господа мои а мне это нужно будет сделать почему объясню почему у меня был один из лучших специалистов который умер в 2013 году в 2003 году 13 год это у меня операция была на 2 операция в смысле первая операция которая дала мне возможность отмечать еще один свой день рождения так вот мы его похоронили мы туда влупили денежки так в общем то не кислые примерно 17 или 15 тысяч долларов для того чтобы мы должны были посмотреть существует ли его онкология в области рака поджелудочной железы он умер от рака вопросов это не был рак поджелудочной железы и был рак поджелудочной железы это был рак прямой кишки во время вы сделали колоноскопии дать-то бог вы еще жил но тогда все было немножко по-другому сегодня сейчас воскресенье я буду пропивать на сегодня сейчас мне что нужно водички по многу пить да 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 ну давайте все таки определимся что я сейчас вам буду показывать и кто попадет попадут многие но некоторые попадут не сильно некоторые попадут настолько прикольно что это будет интересно почему я решил все это сделать почему я решил собрать эти борта потому что у меня пришел вариант такой мне как-то не хотелось бы все это дело перекладывать я очень красиво сделал спокойненько в своем доме повесил их на стенки узнать это красиво смотрится да 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 но почему это было очень сложно и ну я это сделал тут даже вопросов нет первоначальный был немножко другой вариант я очень люблю своего специалиста драйвера почему драйвер потому что когда мы пришли 2000 токаты 1984 году мы пришли виталий коркин кость вершов ну и я естественно заниматься в клуб цыганова а у цыганова был тот самый драйвер сергей филиппов он не кое-что сделал то есть он не сделал так что в свое время кто-то ко мне пришел а я внезапно сломал крылья своего другого брейтлинга у меня такой есть другого типа его переделать точнее это он и помог хороший специалист вопросов нет вот но он и ну просто я кое-что ему сделал красивые ровно для отдельных вещей которые ему нужны были и он мне отдал два борта конечно у него сейчас тот борт самый лучший огромный и могучий он а погодите у 2 или по 2 ну тот который был в детстве на котором он еще летал а вы забыли да то что у нас в свое время было все красиво и ровно и в свое время мы летали у нас был я 50 50 не помню как разберусь что это такое я его назвал су-31 просто ради прикола но у нас были самолеты очень хорошие да 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 ан-2 их было много на левобережном аэродроме из которого я тоже прыгал потом были другие машинки они были красивые симпатичные изумительные да 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 яг-52 по-моему да яг-52 потому что яг-40 яг-42 был другого это яг-52 был яг-55 отдельный раз прилетел к нам он стоял и су-26 стояло да было что су-31 его мы просто не видели естественно вот я его назвал как су-31 ну не знаю проверим естественно хотя в принципе у меня есть машина под названием су-26 а у нее был нижнее крепление это был не средний план а нижнее крепление было крыла как здесь сделано но и он не кое-что отдал это был предыдущий модель у 2 по 2 который он сделал и потом он отдал планер такой здоровый большой и я его к сожалению не могу сюда принеси но вы должны понять что это планер с размахом крыла 4 метра 4 метра это просто невозможно это я не смогу здесь сделать но маленький был нюанс в чем заключался в том что у него одно крыло не вставлялась ну просто не вставлялась и сколько я проплюхался сколько я проплюхался примерно месяц я его пытался высверливать купил одно сверло второе сверло пятку куплен пасхальный но в связи с тем что это же не было каждый божий день а на доме то есть ну вот примерно месяц и с ним и занимался сегодня сейчас вот но практически стал как нужно было естественно что-то мне надо будет переделывать это уже будут дополнительные услуги это уже отдельная тема мы не будем говорить что здесь не надо переделать что здесь не надо переделать ну такие вещи случаются здесь с двигателем проблемки здесь с рулем поворота не направление а поворота тоже но это я сделал вот это потом уже сделаю скорее все там на доме вот это я вам уже показал небольшие легкие люльки теперь другие легкие люльки уродом тварям мерзким гаунюкам чмошникам безумным тупорыльным таможенником грузинским о я в свое время когда-то переезжал куда-куда я все время купил квартиру в турции по небольшой цене а потом продал по большой цене у нас доллар как вы знаете доллар у нас никак вниз не уходит естественно куда-то вверх все креме стремится наверное потому что мы не владеем центробанком отдельная тема естественно и пока я его притащил то бишь вот он был такой я конечно не хочу на них летать у меня есть несколько копийных моделей самолетов естественно вот мне пришлось сделать мне пришлось поставить сюда дополнительные вещи которые мне очень сильно нравится вот видите здесь и здесь я поставил и руль высоты я тоже поставил там смонтировал но был другой нюанс естественно то есть рули здесь не работали вот такая чешняга была не першей кобыле хвост тоже вентилятор работает регулятор хода также здесь работает мне пришлось сделать проточки вот такие вот они проточки и после этого я поставил нормальные регуляторы хода да раньше этого не было раньше просто мог навернуться по самым сейчас я точно знаю что сто процентов полетит а другой был нюанс еще прикольная штука анус нюанс не буду ничего говорить то бишь я прилепил вот эту кок на скотч когда скотч и оторвал но это наши товарищи грузины не давали мне привести его ребята вот на этой штуке вот блин на этой штуке или на этой штуке да как вы можете что-то смотреть сверху ну это же бред я просто стандартный человек который научился благодаря нашему очень крутому китаю сделать это было красиво и началось то все в 2007 году тогда я взлетнул на другом планере который потом уже улетел ну да ладно то есть это все вот это все вот это все то есть я покрасил потом опять все это дело свернулось то есть вот этот кок я лично покрасил хорошо получилось ну и плюс установка то есть понимаете да и на это время тоже ушло проблемочная составляющая нашей жизни время 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 не просто так все это делать далеко все делается не просто так красотища то есть это уже у меня здесь отдельно стоит модель хорошо я про грузином проехался да ну куда ты так прыгаешь что что ты родная моя то есть покой ух опять ты прыгаешь ну что ты я все понимаю а вот так все супер а теперь про 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 кого мы сейчас будем говорить про кого мы сейчас будем говорить ох есть у нас дивные товарищи под названием япония господа мои в свое время вот этот борт и вот этот борт в двойном количестве плюс еще у меня один борт естественно плюс еще кое-что я покупал в том месте где мы всем этим делом то и занимались он раньше располагался на улице ленинградской в подвале к сожалению сегодня сейчас все это дело развалилась для меня это дивные проблемы возникают и еще одна другая штучка развалилась потому что вы наверное каменя не смотрите это зря это очень зря потому что я вам показываю те вещи которые нужны и вы не думаете что это хобби до вопросов нет это мое личное хобби но вопрос в чем заключается вопрос в том что это больший интерес чем ваши сраные китайские автомобили вы должны меня понять что такое хобби хобби это другое качество жизни это мое удовольствие это ваше удовольствие каждый должен заниматься хобби мы все рано или поздно этим делом занимались и в принципе почему я сейчас говорю про эту тему потому что в данном случае это не дешевое удовольствие скажем честно следующий хобби но не тоже есть естественно восстановление машин и у меня недавно машину сперли это была отдельная тема но хобби должно быть у всех все же рано или поздно чем-то занимались моя бывшая супруга занимается своим стандартным хобби она очень любит индийские танцы и занимается и у нее очень лучший коллектив городе в котором также выступает мой сын члейкин алексей это хобби слава богу что он должен быть что касаемо вот этого борта то есть вы не думайте что здесь все было по-другому то есть он просто у меня лежал просто он у меня лежал и что получилось вот вот вы сейчас видите да обратную сторону банкета что это было за банкет то есть вот это называется термопленка а вот здесь вот здесь уже начинается нервюры понимаете термопленка просто обрушилась завалилась вниз что мне нужно было бы сделать мне нужно было бы все это дело разобрать переделать но я решил немножко по-другому я решил добавить сюда очень хорошую штуку под названием скотч а вы не думали да это обыкновенный скотч но для того чтобы надо было хорошо красиво сделать мне пришлось немножко убрать декальки вот этим сюда то вернуть а эти ну не все они получились при этом мне пришлось кое-где сделать отдельные примочки то есть я не торопливо красиво ровно все это сделал ну а для того что борта летал то есть сюда нужно было поставить замечательный регулятор хода на 100 ампер туда нужно было поставить замечательные машинки это тоже не дешевое удовольствие естественно но еще это сделать своими руками все это сделал я лично своими руками то есть этот первый борт пол в принципе я и собирал уже кое-что но в данном конкретно случае первый борт мне собирали не я а те специалисты которые занимались хобби да конечно я тоже потом кое-что собрал вы не думаете что это все легко и просто далеко все нелегко и просто тут еще приходилось паять и я это сделал сейчас мы его поставим на место то есть все красиво и ровно и теперь он будет у меня красивейшим образом висеть там где-то мне нужно было бы что это такой ох сейчас обратно поставим все это дело рушится потому что потому что ну потому что в принципе это дело не на не на она примочках такие они вот так расстегиваются и все ну пришлось на место поставить поэтому все это дело развалилась теперь другой вариант вот эта машина ух то есть я предпочитаю делать каждый год другого типа то есть каждый год я для себя хочу сделать отдельные приспособа отдельные приспособа что для меня каждый год я хочу себе купить отдельный самолет ну чтобы моя жизнь продолжалась а вы видели и каждый год если покупать часики под новый год естественно под новый год я купил вот этот борт давайте все-таки определимся что такое наши борта на которых мы летаем а вот видите да я бы его конечно бы уже давным давно собрал но возникает вопрос рулевое управление под названием право-лево вот она то есть он летает он хорошо летает но связи с тем что я на нем разбился а почему разбился объясняю как бы вам сказать но связи с тем что я летаю на самолетах я серьезно говорю что примерно 9 полетов будут нормальными а вот на десятом будут проблемки это конечно не настоящие самолеты потому что там все покруче и веселее но это меньше и не сильно много инструментов которые вот туда вкладываете естественно и я его немножко над собой зарулил и вот он немножко бабахнулся то есть все настоящем образе работает но не работает руль направления и мне немножко нужно будет подкрасить вот эту штучку то есть эта машина она из пенопласта формированного вот в принципе но хорошо клеится клеится под названием ли штука такая о боках боковые штучки работают с и они приклеены этой фигней что за фигня титан вот такая штука вот это вот такая штука но буват буват и человек также его немножко подразбил сейчас мы ее сюда поставим естественно что-то потом уйдет то есть давайте все таки появимся что он разбил и да 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 вот что разбил буват то есть не было фонаря с этими отдельными вещами не было капота потому что он был разбитый и вот отсюда вот даже шасси здесь не работали не были все в лохмоте кое-что сделал мой хороший товарищ я бы хотел чтобы он жил как можно дольше да и того как это случится но уже подвал уже потом и скорее всего я забрал ну борт разбитый было естественно просто тот человек которого занимался ну наверное просто сказал что времени нету бывает такое событие естественно я все это дело притащил сюда и начал работать вот это было крыло сейчас покажу то есть я взял спокойненько эпоксидку вот она есть эпоксидка все это делал прилепил на эпоксидки ну может быть это было бы хорошо но чтобы все было красиво и ровно мне нужно было бы использовать что во 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 что использовал я использовал шпат левочку для того чтобы выровнять все это дело и довести до ума какая вот эта обыкновенная шпаклевка я и все время купил для себя сейчас я вам расскажу небольшой прикол то есть рано или поздно вот эта шпаклевка на вот такая становится примете но тут главное посмотреть и сделать следующий вариант но она покажу живая вот вот видите она живая естественно для того чтобы она дальше жила она была именно такой я-то думал все приехали мне что сказали ты полторы тысячи рублей иди ты потратил я не хочу взял и вот этот ацетон вот вот она шпаклевка есть да не понимаете понимать надо и взял его и вот так залил это для тех у кого есть авто мобили вот так мы его залили спокойненько закрыли крышечкой он его будет впитывать естественно поэтому здесь небольшой такой запах ну да и ладно ну да и ладно и все я вот здесь поставил а отпускаю сейчас стоит наберется мы его потом размешаем и никаких про это к слову тех товарищей кто говорит вы принесите мне дополнительную шпаклевку потому что старая ковыркнулась и вы берете свои денежки и тащите ему все это дело плюсом там отдельные масла 5 10 то есть в итоге как бы он сказать я борис реально если я научился это делать я это сделал во первых подешевле и для меня и для вас и как бы он сказать что по качеству это будет весьма более интересно то есть я это все залепил заделал все вытащил поработал со шпаклевкой не один денечек то чтобы она была то есть делаешь вытираешь смотришь делаешь вытираешь смотришь делаешь вытираешь смотришь делаешь вытираешь смотрим и так примерно 57 может 10 раз чтобы это было красиво ровно после всего этого я естественно все это дело и покрасил то есть еще раз говорю Ну просто не было Вот смотрите, видите, вот здесь все Все сделано, все залеплено, все красиво сделано Там тоже Переделано к шасси Вот товарищ, который Меня сильно-сильно попросил, еще раз говорю Это наш любимый специалист В области авиации Игорь Маркевич Да это бог, ну здоровье, я всю жизнь говорю Чтобы здоровье Было у всех, естественно Он сказал, Алешенька Ты должен ее сделать так, что это было Не просто так-сяк-пяка-сяк Я говорю, хорошо, а для чего? Он говорит, ну ради прикола Сейчас покажу Как я это дело сделал ради прикола Вот видите, как все сделано Было ради прикола Да, до изумительности Все было сделано ради прикола Ну, получилось И естественно, этот борт Под названием замечательный Су-31 будет у меня На стеночке То есть вот, чтобы вы не говорили А то многие могут сказать Ты же занимался стендовым моделизмом Я не против Одновременно сделать все не получается Но теперь вы должны понять, что кое-что я умею и буду это делать Буду это делать Потому что мне немножко начинают доставать те вещи Которые мне не дают возможность нормально жить Почему это не дает возможность нормально жить? Это вот, кстати, уже о тех, кто меня реально смотрит У меня есть машины Вы могли бы их машины сделать И тогда я бы про ваш сервис Показал качественный материал Но этого что-то не получается Другой вопрос был немного ранее Почему мы не снимаем машины в природе своей? Потому что нужна финансовая составляющая А финансовая составляющая программы Автостоп Это примерно 3000 долларов Но она сейчас не состоявляется Потому что я не могу платить меньше А меньше платить не буду и не собираюсь Потому что я вижу результаты Две компании такие у нас в городе ТВИН есть И еще один, другая шняга Как бы вам сказать Ну за 30 тысяч рублей это нормальное явление? Нет, не нормальное Нормальное явление Мы не будем говорить про крутизну Не надо Но хотя бы 1000 долларов А сумма-то в пределах 90-100 тысяч рублей Все у человека У человека загорается все Он хочет работать Потому что это ему нравится Он видит грамотность Он работает по уму Это ему нужно Но почему-то он делается и сейчас Это уже вопрос К тамошним директорам Поверьте мне Нормальные специалисты Экстра уровня Они уже давным-давно Не в Российской Федерации живут Они уже уехали Они уедут Естественно Куда они уезжают? Вот все специалисты Которые закончили ГИТИС Ну в смысле еще и в ГИК О, в ГИК Да Они как правило Получают здесь образование И валят за бугор Чего не снимает? Ну чего не снимает? В большом количестве Они снимают западные фильмы Потому что они получили данные Но другой вариант Как бы вам сказать Если у меня Валерий Юрьевич ушел В 63 года И недавно ему было 20 лет В прошлом году Естественно 20 лет 20 лет 63 Клево, да? Боже мой Боже мой Что-то случится И что будет дальше? Где будут специалисты? Вы сейчас Ухлобыздали всех Просто Сравняли их И как специалист Который реально смотрит Все эти сюжеты Я вижу Частые и глобальные косяки Самые забавные материалы То, что сейчас я вижу Все основные сюжеты У них даже нет закадрового текста А закадровый текст Вы сможете посмотреть На моем YouTube канале Потому что закадровый текст Читал один из крутых специалистов Города Дальнего Редника Самый крутой специалист Потому что их было двое Их было двое Нель Смирнова И Андрей Хиловский Он вам показывает Он вам показывает Сюжеты С 95-го года Именно В 95-м году Уже немного-то времени-то осталось Сейчас Кончится Август месяц И останется всего Три месяца До того Состояния В котором Я вам показываю А почему Это дело началось? Потому что Я в 95-м году Задал вопрос Видите Когда я поступал В Горный институт В Горный институт Я поступал Еще при Советском Союзе И знал Что я В 91-м году Вступлю в партию КПСС А я собирался Это делать В 91-м году Потому что У меня день рождения Был 19-го мая Как бы В 19-м мая Сказал Не совсем хорошо А вот где-то Октябрь месяц Это было нормально Но там развалилось Все От и до И если бы я Поступив даже В Горный институт Получив Высшее образование Пошел бы На любое место Работы То квартира Была бы 100% Не через год Ну через два Это 100% Все развалилось Я пришел туда Где мне сказали Что квартира будет Пришел сначала Я к Горенкову Или Гораньков Не помню Телеканал Такой четвертый канал Там я сам Научился Естественно Монтировав сюжеты Сам лично Я научился Делать нелинейный монтаж Линейный монтаж Нелинейный Это было чуть позже Естественно И первый рекламный ролик Изготовил для вас Догадайтесь кто Уже потом Ну это красиво Это мне очень сильно понравилось О Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok